Праздник весны Праздник весны Праздник весны Праздник весны Традиционные сладости пекутся накануне праздника. Чай свежий, ароматный, подают в армудах. А ты с чабрецом сделаешь? Почему? То есть у нас мы заварим с чабрецом, с гвоздикой чай, с розовой водой. Обычный чай, но с разными добавками. Это очень хорошо. Как рассказал глава семейства Мирсалех Мирахмедов, в праздник Навруз они собираются в семейном кругу за большим столом. Смотрят азербайджанские фильмы, слушают азербайджанский фольклор. Через костер, по традициям предков, они, к сожалению, в Москве не прыгают. А вот угощать ближних сладостями, эту традицию Навруза всегда соблюдают. Здравствуйте, вот у нас Навруз Байрам, и мы вас угощаем. Спасибо, ой, какая красота. Это пахлава и еще кайбра. Спасибо большое, спасибо. Здоровья вам всем, спасибо. В ответ соседи угощают своих азербайджанских друзей сладостями и соленьями на Новый год, Пасху и Навруз. Сегодня к праздничному столу они передали бочковые огурцы. Вот такой гастрономический диалог двух культур. А если говорить серьезно, то в семье Мирахмедовых с большим почтением относятся и к чужим традициям, и к своим. Не терять свои корни помогает общение с родственниками и частые поездки в родной Баку. Мы же общаемся постоянно, то есть сейчас сложно с учебой детей, с садиком. Раньше в год два-три раза мы летали. Это сейчас мы летаем один раз в год, на лето, на два-три месяца на дачу, чтобы родственников повидать, на могилы предков пойти. В Баку. В Баку, да. А раньше, ну раза два-три летали в Азербайджан, обязательно, потому что, ну не надо. Я, наверное, как и моя супруга, мы привержены того, что вот мы приехали в эту страну, мы должны, обязаны жить по законам этой страны. Мы не должны, как бы, да, со своим уставом в чужой, но нас же никто не заставляет ассимилироваться. Вот эту тонкую грань, как бы, мы пытаемся, чтобы жить в обществе, в социуме, так же, как все, но при этом свой национальный, свой религиозный колорит, да, все время оставлять, чтобы дети помнили от корней, свои корни. Глава семейства Амирсалех Мирахмедов в Москву из Баку переехал, когда ему было 26 лет, в 2001 году. На родине он получил диплом юриста, отслужил в армии и принял решение попробовать свои силы в России, где были знакомы и друзья. Но через пару лет он все же вернулся в Баку, где нашел себе жену, с которой уже в России создал большую дружную семью. Жениться надо на своих. Это нехорошо, неплохо, это так должно быть. Потому что, я не говорю, что там, на своих я имею в виду и все национальности. Помимо национальности, социальный статус. Ты должен жениться на человеке, чьё мышление совпадает с твоим. Что вы в браке же что? Вы должны быть единомышленниками. Вот мы ходим, смотрим на людей, да, там, здесь, здесь, там, в Азербайджане, там, людям по 70-80 лет, они ходят там. У нас есть Приморский бульвар, да здесь тоже на Тверской бульвар выйдешь, люди по 60-70 лет ходят по дырочку, друг друга поддерживают. Это же всё не просто, это вот не бывает так. Это 10-20 лет компромиссов, а потом в унисон. Непоседливый Ибрагим, рассудительный Саджат, одарённая Фатима и маленькая мамина помощница Эльмира. Все дети талантливы и очень общительные. Старшая дочь Фатима с раннего детства общается на двух языках, на русском и азербайджанском. Две культуры очень близки девочке, и это она выражает в своём творчестве. В её картинах можно увидеть и русскую культуру, и пейзажи Азербайджана. Кроме этого, Фатима пишет стихи. Две реки во мне течёт, одна кипит, она печёт, другая холод отдаёт, полярные птицы перелёт. Одна красна, как спелый плод граната, что в тепле растёт. Другой хрустальный, как слеза, течёт ручей в сердце скользя. Одна Азербайджан, страна огней, другая русская земля, страна берёз и тополей. Пока мы слушали стихи, мама уже подаёт главное блюдо праздника на стол, на котором не только традиционные угощения, но и украшения, проросшие ростки пшеницы и свечи. Но, по словам главы семейства, есть одно отличие между наврузом в России и наврузом в Азербайджане. В Баку на праздник собирается вся родня. Это человек 30-40. И именно этой атмосферы им очень не хватает в России. Это праздник означает то, что весна пришла. Скорее всего, это ностальгия у нашей мамы и у нас у всех. Будь здоров. Да, по исторической родине. Даже ностальгия по детству. Мы же усилили на своё детство. Детство же у нас у всех самое лучшее время. Поэтому, когда у тебя что-то ассоциируется с детством, оно тебе нравится, ты это любишь, ты поддерживаешь эту традицию. По завершению праздничного ужина все поздравляют друг друга с приходом весны и началом Нового года. Ведь именно это и означает праздник навруз. Дети дарят маме трогательные рисунки, читают стихи. Кроме национальных традиций, у Мира Ахмедовых есть и главная семейная традиция. Каждый год на всё лето они уезжают в Баку. В прошлом году осуществить путешествие не получилось. Но семья надеется, что в этом году они всё же смогут увидеть родные пейзажи Азербайджана и прогуляться по берегу Каспийского моря.